Всем привет! Сегодня мы будем рисовать очень милую панду. Я уже перекрыла тип с белым гель-лаком. Сегодня я буду использовать две кисточки, тоненькую и рублев единичку. Итак, макаем кисть тоненькую в черную краску и начинаем намечать контуры глазок и носика. По краям рисуем две дуги. А снизу рисуем как перевернутое сердечко. Если у вас немного неровно получилось, ничего страшного, то все потом закрасится черным. Далее прорисовываем черные подглазины панды. И рисуем ротик. Закрашиваем глазки. Теперь рисуем носик нашей панды. И закрашиваем тельце, которое у нее внизу. Убираем все неровности и сушим. Берем белый гель-лак и рисуем глазки нашей панды. Обратите внимание, что глазки не должны быть очень маленькими или очень большими. Иначе у нее будет нелепый вид. Белым гель-лаком прорисовываем бровки. Еще я немного обвожу ротик, чтобы он был поярче. Просушиваем. Темно-коричневый цвет свешиваем немного с белым и закрашиваем глаз. Просушиваем. Просушиваем. Белым гель-лаком немного обводим глазик с одной стороны. И рисуем блики. То же самое делаем с другим глазом. Просушиваем. Берем черный гель-лак и рисуем зрачок. Теперь берем синий и смешиваем его с топом, чтобы получить полупрозрачный цвет. И начинаем оттенять носик и носогубные складочки. Берем кисточку потолще и топом без липкого слоя. И начинаем размывать границы нашего затемнения. Если где-то нам кажется, что слишком ярко, мы это немножко подтираем. Продолжение следует... Субтитры подогнал «Симон» Сушим в лампе Далее белой гель-краской без липкого слоя Я обвожу немножко бровки и рисую шерсть нашей панди И рисую блик на носу Шерстку рисую по всем черненьким контурам Чтобы создать некий эффект пушистости Важно, чтобы стежки эти были меленькие, тоненькие и аккуратные Как будто вы прорисовываете каждый волосочек Проделываем это с одним глазиком и с другим Потом добавляем немного шерстки на носу Покрываем топом Сушим и снимаем липкий слой В принципе дизайн можно уже оставить и в таком виде Но я решила добавить сюда страз Стразы креплю по своему обычному способу Промазываю кучуковой базой Место, где должны быть стразы Выкладываю нужную у меня композицию из них И сушу в лампе Когда это все высохло Потом просто беру тоненькую кисточку И промазываю вокруг каждую стразинку Стразы так носятся очень хорошо до коррекции Вот и все Просушиваю, снимаю липкий слой И дизайн готов Вот такой милый мишка у нас получился Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал С вами была Таня Бестнейл Всем пока!